Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы ведем прямой репортаж с открытием установленного на доме, попавшем под программу реновации, тотемного бюста, кандидата в муниципальные депутаты Люси Штейн. Бюст установлен по адресу улицы Доброслободская, дом 10. Бюст призван уберечь дом от сноса. Это дом, который собираются снести по программе реновации. Сейчас мы узнаем, что думают о бюсте и о самой программе жителей этого дома. Умница большая. Это редкий человек. А по поводу бюста, ну не знаю, бюст, бюст, ну у меня бюст, а что теперь? Феминизм, не феминизм. Мужчина, депутат. Ой, ой! Здесь молодая женщина. Ой. Сохраняет дом. Мужики, они ничего не хотят за нас делать. Нет, я весь двор соберу. Старух таких, как и я. Молим, молим Бога. Сейчас мы видим, как жители дома, попавшего под программу реновации, возлагают цветы к бюсту кандидата Люси Штейн. Жители дома на улице Сборослободской, так же, как и она, становятся грудью на защиту их дома от сноса. Сейчас мы узнаем у самой Люси, почему было принято решение установить такую защитную доску на сносимом доме. Люся, вам слово. Вы знаете, Полина, начиная с освобождения рабов в США в 19 веке и вплоть до движения сопротивления в оккупированной нацистами Франции, женская грудь символизировала свободу и независимость. В данный момент грудь имеет для меня больше политическое, чем эротическое значение. Спасибо большое, Люся. Это с нами была Люся Штейн и Юст на сносимом доме. Как мы выяснили, в муниципальном округе точно известно, что развернется нешуточная борьба за пост муниципального депутата. АПЛОДИСМЕНТЫ